Злоупотребление алкоголем – это болезнь, легко диагностируемая, но тяжело поддающаяся лечению. Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье, мешает полноценно жить и работать. В состоянии алкогольного опьянения, к сожалению, совершаются тяжкие преступления. Основной причиной гибели людей в дорожных авариях является вождение автомобиля в нетрезвом виде. Именно поэтому к проблеме употребления спиртного приковано внимание общественности и врачей. Для того, чтобы еще раз напомнить славянцам о том, каким ценным жизненным ресурсом является здоровье, и предостеречь от употребления алкогольных напитков, была проведена в Славянской центральной районной больнице беседа на антиалкогольную тематику. Какой орган, не возьми, алкоголь поражает абсолютно все, весь организм. И, в общем-то, сколько этого времени длится, вот если пить серьезно и вдоль вчера, то осложнения не появляются после 5 лет употребления алкоголя. После и 10 лет употребления алкоголя, так это нехорошего, как правило, человек становится уже... Врач подробно рассказала о том, к каким необратимым последствиям для организма приводит частое и неумеренное употребление спиртного. Казалось бы, немного выпить это способствует снятию напряжения после тяжелой рабочей недели, но расслабиться можно и другими способами. Плавание, горячая ванна, сауна, массаж или же неспешная прогулка в спокойном парке являются лучшими помощниками в этом деле. Употребление алкогольных напитков – это достаточно ощутимый удар по здоровью, бьющий в самые уязвимые места. Особенно опасен алкоголь для подрастающего поколения. Врач ответила на вопросы участников мероприятия и призвала всех собравшихся сделать здоровый образ жизни общественной ценностью, а страсть к алкоголю считать порицаемым всеми пороком, ведущим к ухудшению здоровья и упадку личности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».